У животных часто много сердца. Эту собаку бросили в аэропорту. То, что она сделала дальше, заставит вас расплакаться. Томас готовился к своему последнему назначению на службу. Его сердце немного жалось, когда он увидел, что его собака дуется рядом с его кроватью. Это назначение было неожиданным, он думал, что уже выполнил последнее задание перед уходом на пенсию. Но теперь у него было последнее задание, а затем он мог вернуться домой, на радар, навсегда. Это займет всего несколько месяцев, но он беспокоился о собаке больше обычного. Обычно его родители заботились о радаре, пока его не было дома, но они запланировали большое путешествие, о котором всегда мечтали, потому что думали, что он будет дома. Они хотели изменить свои планы, но он не стал бы с ними этого делать. Некоторые из его друзей предложили позаботиться о радаре, один из них почти настоял. Он был не совсем доволен тем, что оставил своего лучшего друга с этим парнем, поскольку в прошлом тот был немного не в себе. Но Томасу также нравилось давать людям возможность сомневаться. Друг сильно изменился и был намного надежнее, чем когда им было по 20 с небольшим. Теперь он даже хотел завести собственную собаку, так что забота о радаре, который был самым хладнокровным псом на свете, была бы хорошей пробной попыткой. Он фактически умолял Томаса довериться ему. Радару парень понравился. В конце концов, Томас согласился. Друг пообещал держать его в курсе событий. Теперь настал день прощания, и это было нелегко. Друг отвезет Томаса в аэропорт, а затем у радара будет возможность попрощаться, прежде чем они отправятся домой. На удивление, он приехал вовремя, чтобы забрать их и добраться до аэропорта. Радару было не так комфортно, как обычно, когда он уезжал с семьей Томаса, но его друг заверил его, что он хорошо позаботится о собаке. Томас крепко обнял свою собаку, а затем передал поводок своему другу. Радар попытался вырваться вперед, чтобы пойти с Томасом, но, конечно, не смог. Он застонал, когда Томас исчез. Затем друг хотел уйти, но собака не уходила. Радар лег и отказался двигаться. Друг тянул и дергал, но это был большой пес заставить его делать что-либо, чего он делать не хотел, было не так-то просто. Друг тянул и дергал собаку, а она вообще не сдвинулась с места. В конце концов, он попытался поднять его, но пес просто выскользнул из его рук, полностью обмяк и вообще не работал с ним. Друг был расстроен, ему было все равно, что собаке просто грустно. Он не хотел спорить с собакой. Он отпустил поводок и отошел, сделав вид, что уходит. Он полагал, что собака увидит, как он уходит и побежит за ним, но он полностью просчитался. Собака не проявила интереса. Как только друг отошел на небольшое расстояние, Радар встал и убежал. Друг следовал за ним некоторое время, но он не мог угнаться, и он начинал злиться и разочаровываться в собаке. Он искал некоторое время, а затем сдался. Если упрямый пес не хотел идти с ним, значит, он не собирался умолять. Затем он просто ушел. Только по дороге домой на машине он подумал о том, что ему придется сказать Томасу, что он бросил свою собаку в аэропорту. Он решил, что просто не скажет ему. Он собирался вернуться домой только через несколько месяцев он просто скажет ему, что собака убежала как раз перед возвращением Томаса домой. Если бы он просто еще немного следил за Радаром, то увидел бы, куда направляется собака. В прошлом Радар несколько раз приезжал в аэропорт с Томасом и его родителями, он знал, откуда приедет его отец-человек, и побежал прямо к выходу на посадку, чтобы дождаться его. Но бедный щенок не знал, что его папа еще долго не пройдет через эти ворота. Он тихо лег у ворот и просто продолжал ждать. Он никого не беспокоил. Мимо проходило несколько детей, и кто-то из них почесал ему голову, он с радостью позволил это. Но он не пошел с ними, когда они попытались потянуть его за поводок. Он ждал своего человека и не двигался. Таня была одним из руководителей службы безопасности в аэропорту. Прогуливаясь по аэропорту, она несколько раз видела собаку. Она подошла к нему, дала перекусить и немного почесала. Несколько часов спустя он все еще был там. Она обошла все авиакомпании, чтобы убедиться, что они не потеряли щенка. Даже авиакомпании, у которых была служба перевозки домашних животных, понятия не имели, чья это собака. Тем не менее, они были уверены, что собака была не из тех, о ком они должны были заботиться. Таня видела, что он кого-то ждет. Он явно был хорошо воспитанным щенком, и к нему даже все еще были прикреплены поводок и ошейник. Она не знала, как он туда попал, но хотела ему помочь. Всю ночь она думала о собаке. На следующий день она пошла в отдел прибытия, и, конечно же, он был там, где она его оставила. Грустный пес, вероятно, устал и проголодался, поэтому она тихо заговорила с ним и спросила, может ли она дать ему перекусить. Это привлекло его внимание. Он встал и, опустив голову, последовал за ней. У нее был большой офис с собственным внутренним двориком снаружи. Он был огорожен и даже имел небольшой участок травы. Он мог спокойно выходить на улицу, не попадая на взлетно-посадочную полосу. В своем кабинете она дала ему еды и воды. Затем она сняла с него поводок, через несколько дней она снимет и с него упряжь. Ему будет удобнее, и он не застрянет где-нибудь. Следующие несколько дней она оставляла двери открытыми и каждый день кормила радара, которого пока называла просто собакой. Он знал, что нужно выходить во двор, когда ему захочется на горшок. Он также вздремнул там, когда аэропорт опустел и не было никакой надежды на возвращение его отца. Таня несколько раз пыталась уговорить его пойти с ней домой и он провожал ее до двери, а затем отказывался идти дальше. Он не уезжал без своего человека. Таня пока сдалась. Пес никому не мешал и не шумел, что еще более важно, на данный момент он был в безопасности. Все в аэропорту начали привязываться к нему. Помогло то, что это был маленький аэропорт и они могли немного нарушить правила места, побольше никогда бы этого не допустило. Пока что он мог оставаться там, где хотел быть. Через несколько дней он все еще был там и спал в ее офисе. Итак, она купила ему собачью кровать для офиса и подушку для терминала прилета, где он все еще проводил большую часть своего дня в ожидании. Когда она позвонила ему, он гулял с Таней по аэропорту и она отвела его в службу доставки животных, поскольку у них был сканер для проверки наличия микрочипа. Это была отличная новость, когда они обнаружили, что у него был чип. Они увидели, что его зовут Радар Пес очень и разволновался, когда они начали называть его по имени. Но они также могли узнать, кто был владельцем и найти номер телефона и адрес Томаса. Таня сразу же позвонила ему, но он был далеко от сети и у него не было сигнала. Она никак не могла дозвониться до него по телефону. Бедный Томас все еще понятия не имел, что происходит вероятно, это было хорошо, потому что, если бы он узнал, что его собака пропала, это могло бы быть опасно для его концентрации. Его родители позвонили его другу, но он просто заверил их, что все идет хорошо. Но пока все это происходило, Таня пыталась найти его семью. Она пошла по адресу, который они нашли на чипе, но все было наглухо закрыто. Было ясно, что дома никого нет. Она все равно попыталась постучать, но мимо проходил сосед и сообщил ей, что Томас на месте. В этом был смысл. Она все еще понятия не имела, как радар оказался в аэропорту, но, по крайней мере, теперь она точно знала, кого он ждет и была полна решимости присмотреть за ним, пока Томаса не будет дома. Иногда люди могут удивить вас. Команда аэропорта объединилась, чтобы позаботиться о собаке и убедилась, что он чувствует большую любовь. Он держался поближе к Тане и продолжал жить в ее офисе. Но все работали сообща, чтобы одновременно уделять ему внимание. Они были поражены тем, насколько удивительным и милым был пес. По мере того, как ему становилось все комфортнее жить в аэропорту, он начал позволять всем дарить ему внимание и любовь. Он любил детей, играл с ними и отвлекал их в ожидании рейса. Но иногда он делал вещи, которые были еще более замечательными. Это была собака, которую бросили в аэропорту, но она осталась любящей. То, что он сделал дальше, заставит вас расплакаться. Однажды женщина сидела и ждала, когда откроются ворота для вылета. Она тихо плакала, но пыталась уважать ее частную жизнь. Никто не подошел ближе, чтобы утешить ее, но Радару было наплевать на частную жизнь или осторожность. Он почувствовал страдания женщины и сразу подошел ближе. Он лизнул ее пальцы, она обняла его и заплакала, уткнувшись в его мех. Она была молодая и очень напугана. Девочка впервые работала и жила вдали от дома, но теперь позвонила ее семья и ее отцу внезапно стало очень плохо. Они не знали, выживет ли он, и ей нужно было немедленно вернуться домой. Она была совсем одна и напугана, и собака почувствовала ее страх. Он дал ей любовь, в которой она так отчаянно нуждалась в те моменты он просто сидел рядом с ней, пока она обнимала его и плакала. В конце концов, она немного успокоилась и просто сидела, почесывая его. Таня приняла это к сведению и принесла девушке выпить и перекусить, а также немного поговорила с ней и утешила. Они оставались с ней до тех пор, пока не открылся рейс и она не смогла улететь. Она чувствовала себя намного лучше, чем когда приехала в аэропорт, и несколько недель спустя она снова прошла мимо и сообщила им, что ее отцу стало намного лучше. С тех пор радар стал собакой эмоциональной поддержки для всего аэропорта. У него был особый дар понимать, когда он нужен людям, и он шел к ним. Но как бы сильно он не любил помогать другим и как бы сильно не любили его сотрудники аэропорта, все они могли сказать, что радару все еще не хватает его лучшего друга. На тот момент он жил в аэропорту, уже более три месяцев его семья начала беспокоиться, даже если они не знали, что происходит. Родители Томаса вернулись из отпуска и попытались связаться с другом, у которого, по их мнению, был радар. Они хотели взять заботу о собаке на себя, как всегда, но у него была куча отговорок. Он не смог встретиться с ними, потому что был слишком занят, у него не было времени привезти им собаку и все такое прочее, из-за чего зазвенели тревожные колокольчики. Они даже забеспокоились, что он пытается оставить собаку, но Томас скоро должен был вернуться домой, и тогда они докопаются до сути происходящего. Они никогда не могли себе представить, что произошло дальше. Однажды Таня прогуливалась по аэропорту и спросила радара, не хочет ли он перекусить. Итак, он последовал за ней в ее офис, но внезапно остановился и прислушался. Его уши поворачивались во все стороны, а потом он просто побежал. Таня хотела посмотреть, что же так привлекло его внимание, поэтому она побежала за ним, чтобы посмотреть. Томас только что сошел с самолета и забирал свои сумки. Он разговаривал с пожилой женщиной, помогая доставать ее багаж, должно быть, именно тогда его услышал щенок. Томас выполнял все необходимые действия, но его мысли были заняты чем-то другим. Он возвращался домой на несколько дней раньше и хотел удивить своих родителей, но, конечно, он сразу же захотел свою собаку. Итак, он несколько дней пытался дозвониться своему другу, тот ответил один раз, а потом сделал вид, что не слышит его. Это было неприятно, и он сразу же направился к дому своего друга. Но потом случилось что-то, что изменило все его планы. Он вышел из зоны прилета и услышал лай. Он остановился на секунду, потому что знал этот лай, но это не мог быть радар, никто не знал, что он возвращается домой. Почему его собака должна быть в аэропорту? Но тут к нему подбежал радар, и Томасу пришлось опуститься на колени, чтобы поймать его, если бы он этого не сделал, собака все равно перепрыгнула бы через него. Ни у кого из окружающих не было сомнений, что это был тот человек, которого ждал радар. Он был так взволнован, как никто из них никогда не видел его тело дрожало от того, что он так сильно вилял хвостом, и он не мог перестать лизать Томаса. В глазах Томаса стояли слезы, но он все еще был в замешательстве. Он огляделся в поисках своей семьи или друга, но все, что он увидел, это персонал аэропорта, наблюдающий за ними. Одна очень красивая женщина плакала и смотрела на них на самом деле, все вокруг них плакали. Затем внезапно радар развернулся и обижал вокруг женщины, как будто делился с ней своим волнением, и она тихо заговорила с ним, казалось, они знали друг друга, но Томас понятия не имел, кто она такая. Таня подошла и сказала ему, как она рада наконец-то с ним познакомиться. Затем она пригласила его выпить кофе, чтобы рассказать о том, что произошло. Прогулка по аэропорту была сюрреалистичной, и все знали радар, но вскоре все начало обретать смысл. Томас был в ярости, он не мог поверить, через что прошла его собака или как у его так называемого друга даже не хватило смелости сообщить ему, что его собака пропала. Но, к счастью, все еще есть хорошие люди. Радар был в безопасности, и Томас официально вышел на пенсию, он никогда больше не оставит собаку. Он решил не сообщать своему другу, что собака в безопасности парень больше никогда не связывался с Томасом. Однако Томас и Радар часто виделись с Таней, они оба заботились о собаке и тоже стали хорошими друзьями. Милого пса бросили в аэропорту, но теперь он в безопасности и дома, и таким он останется. Спасибо, что посмотрели, присоединяйтесь к нам снова, чтобы узнать еще больше невероятных историй.